Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас новый игровой видеоролик, те самые видосы, которые вам нравятся, которые вы поддерживаете. Сегодня я подготовил для вас довольно таки интересное вооружение. Как вы знаете, недавно у нас было обновление в игре, которое изменило баланс тех самых пушек, которые поджигают и которые замораживают у нас в игре. То есть это касается жиги, фреза и всех тех устройств, которые у нас меняют. Перебалансировку, можно так сказать, данных вооружений интересных. Ну и сегодня мне хотелось бы протестировать смоку, смоку с поджогом, ту самую смоку, которую в последнее время не так много использовали в матчмейкинговых боях, Но сейчас, после этого самого интересного обновления, когда смока с поджогом за один выстрел может наносить просто нереальнейшее большое количество урона, Я думаю, что стоит уже его протестировать, стоит рассмотреть полноценно данное устройство. К сожалению, на момент записи видеоролика уже все устройства перенесены в контейнеры и вы не сможете их прямо сейчас. Ну, например, вы увидели интересное имбовое устройство, не сможете взять его, перейти и купить. Вам уже его стоит выбивать. Но я надеюсь на то, что, в принципе, у многих ребят уже они куплены. Я все же говорил о тех устройствах, которые стоит приобрести в первую очередь. Ну и катать сегодня я буду на Викинге, на том Викинге, на котором еще, по сути, не записано ни одного полноценного видоса. Легаси. Наконец-таки мне этот интересный Викинг упал. Ну и посмотрим, на что сможет показать, что может... сможет не только показать, но и занять данное интересное вооружение. Начнем с захвата флага. Я смотрю, что у меня тут заданки выпали. Сегодня у нас 1 мая. Сегодня у нас начались уже новые челленджи, новые всякие супермиссии интересные. Поэтому пройдемся, посмотрим. Ну и попытаемся, конечно же, занять первое место. Попытаемся как можно больше зафармить. Не знаю, насколько получится много поднять опыта. Ну и, конечно же, играть все мы это дело будем с защитником. У нас флаг уже уходит. Смока пока мне поджег. О, выдает. Отлично. Супер. К слову, это устройство у нас на недавней перебалансировке не менялось никак. Есть очень много интересных вооружений, которые у нас поменялись. Почти все из них стали лучше. Если у вас на данный период времени имеется какое-то интересное вооружение в голове, которое вы бы хотели, чтобы я протестировал, то обязательно не забывайте его писать в комментариях под данный видеоролик. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что как только на данном видосе набирается 150 лайков, я сразу же записываю следующий видеоролик. Так, пока что у нас размен, и ничего хорошего в этом плане, конечно же, нет. Надо быстро как-то возвращать флаг и дальше, дальше быстро тащить, тащить и еще раз тащить. К слову, сегодня мне ребята сказали о том, что у нас в игре какой-то баг происходит с матчмейкинговыми боями. Больше пяти игроков в матчмейкинговый бой не бросает. Если у вас имеется такая же проблема на данный период времени в матчмейкинге, то напишите в комментариях, либо это может быть не у всех такой баг, не знаю, честно говоря, будет интересно посмотреть и вообще увидеть ваше мнение по этому поводу. Но если реально в каждой матчмейкинговой битве по пять игроков встречается, то это, конечно, с одной стороны провал, но если катать в захвате флага, например, как вот в таком бою, где я просто быстро раздамаживаю противника и тащу один флаг за другим флагом, это, конечно, безусловно, круто. Еще одного мы быстро здесь сливаем, 2-0 уже у нас имеется, ну и по идее можно, наверное, сразу пытаться ставить дальше, фармить как можно быстрее эти самые нагибаторские звезды и только и только пытаться занимать первые места в матчмейкинге. Я думаю, что тут можно даже как бы и досрочку хорошую быструю сделать, уже 2 минуты проходит, но и два флага остается, я думаю, что сейчас, если я поставлю четвертый, то и там пятый уже не заставит себя долго ждать. Сейчас начинает игроков подкидывать наконец-таки в катку после где-то полторы, даже двух, наверное, минут. Сейчас уже заходит седьмой игрок, но мы на это особо сильно внимания не обращаем, пытаемся отыгрывать по максимуму. Первое место пока что уже у меня здесь имеется, почти 300 опыта, пулемет пытается накидывать. Ой-ой-ой, пулемет с этим устройством, боже, как же больно, сейчас я буду гореть. Блин, надеюсь, что мне сейчас кто-то... А, нет, даже никто не помог, но данный нагибатор меня схавать не успел, а доставочку четвертого флага мы, как всегда, быстренько организовываем. 4-0 есть, овердрайв по центру падает, можно попытаться его здесь забрать. Пятый флаг уже увозит наш тиммейт, отлично, отлично. Можно ставить, по идее, даже, наверное, овершит быстро. Успею хотя бы хоть пару выстрелов выдать или нет? Нет, даже не успеваю. Отличная катка, 380 опыта, 9 на 0. Да, вы скажете, что это, наверное, все из-за бага, из-за того, что тебе так повезло, и поэтому так легко у тебя все здесь получилось. Ну, давайте сразу пикнем тогда еще одну катку в захвате флага, посмотрим вообще. Блин, еще и такие карты суперские падают, просто сандал. Что может быть лучше сандала, друзья, для матчмейкинга, для видоса? Это вообще класс. Песок, сандал, такие карты. Прям одно удовольствие на них играть. Сейчас быстро соберем еще дроповые коробки и попытаемся быстро увозить флаг. Что касаемо супермиссий на сегодня, тоже у нас там большинство миссий связано с продувами, с подбором овердрайвов, с прожатием миночек. Я думаю, что вечером на стриме спокойнейшим образом мы сможем все это дело выполнить. Кто еще не знает, стримы у нас проходят в районе 22 часов вечера по московскому времени, поэтому если не знали, то обязательно присоединяйтесь, приходите, смотрите, поддерживайте, проводите время вместе с нами. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, дабы ничего в этом плане не пропускать. Одна минута уже проходит, постараемся сейчас быстро как-то наверстать упущенное. За одну минуту до сих пор ни одного флага не поставлено, хотя наш тиммейт ему возил флажочек. Я, честно говоря, думал, что он его поставит, но у него каким-то магическим образом его вернули. Я попытаюсь сейчас быстро сделать увоз по центрику, конечно же. Как вы видите, в этой катке тоже опять не закидывает полностью всех игроков, и это, конечно, как-то печально, печально, если честно. Надеюсь, что сейчас мне хоть кто-то поможет. Или не поможет. Нет, никто мне не помог. Я еще и не успел аптечку прожать. Быстро в один таймик прилетел урон. И, к сожалению, не все так получилось гладко, как могло получиться. И, похоже, даже противник сейчас может поставить свой первый флаг. Да, доставляет. Ну, а мы попробуем отыграть сейчас ледового фланга. Не сказать, что очень много вылетает смог с поджогом, но когда она вылетает, это самая нагибаторская смока, она сейвит пару-тройку выстрелов. По 150 урона она наносит с поджога, если я не ошибаюсь, 3 или 4 раза. Если у противника есть броня, если у противника брони нету, то по 300 урона, то есть 3 раза, грубо говоря, там 1000 урона наносит. Это, конечно, очень-очень приятный такой бонус. И сейчас, вот, может быть, еще Сувердрайва немножечко покидаю. Одного слил, может, еще второго, какого-нибудь нагибатора. О, зацепил, хорошо. Попытаемся сейчас еще держать флажочек. Аптечки, к сожалению, у меня здесь нету, но вот такой вот вулканчик уже горит. И, к слову, даже быстро успевает догорать. Ах, был бы хоть один тиммейт, который бы мог мне помочь здесь в этой ситуации, увезти флажочек. Было бы, конечно, просто все великолепно. Но, к сожалению, тут немножечко не получилось полноценно доставить флажочек и реализовать свое интересное, замечательное вооружение. Молот просто, я так понял, сомничтожается. Но я пытаюсь сейчас слить здесь эту жигу. Жиги все теперь нагибают настолько жестко, что иногда очень-очень даже неприятно играть против них. Но любая пушка, которая поджигает, так же может быть эффективна, как и сама жига. Поэтому, даже играя на этой замечательной смоке, я спокойнейшим образом могу переигрывать любого там хорька, даже ту же хоре жигу, если буду правильно действовать. На карте, например, сейчас можно было бы... Наверное, флаг слить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо было броню быстро прожимать. Хода противник еще и доставит флаг. 2-1, проигрываем. На-на. Пора немножечко включаться. У меня овердрайв был, можно было вообще ехать по центру, прожимать его, увозить флаг. И зачем я там поехал на этот фланг? Левый, не знаю. Было, если честно, очень глупо с моей стороны делать такие движения. Поэтому давайте сейчас попробуем... Шафт получил по центру. Ах, вот почему я не поехал по центру. Там шафт все-таки стоял. Теперь я понял, почему я смещал зону. Но, к сожалению, ничего не получилось. У нас здесь овер пока еще до сих пор есть. Надеюсь, сейчас угрома он пропадет. А, еще и харюк с овердрайвом. Неприятно, неприятные тайминги какие-то я начинаю ловить. Не особо что-то здесь у меня получается сделать. Ну, я думаю, что это, по сути, не особая такая проблема. Если мы сейчас, например, законтрим этот овердрайв, который падает по центру. Сливаем одного, второго. А, и третьего не забрал, к сожалению. Если бы третьего забрал бы, подобрал бы еще оверс центра. Было бы просто все замечательно. Сейчас у меня уже аптечки нету, хп нету. Быстро меня добивают, к сожалению. И мы проигрываем, проигрываем. Я не вижу помощи моих тиммейтов, конечно. Чтобы мы здесь начинали хоть как-то камбэкать все это дело. Васпик просто берет и увозит флажочек. Хоря Жига меня уже контрит. Мне придется откатываться назад. Пытаться накидывать еще дополнительный урон. Первое это место есть, но победы пока что явно здесь не особо таки видно. Попытаемся сейчас быстро понакидывать урон. По одному, второму, по третьему. Две минуты до конца. Ну и победа по-быстрому утекает от меня. Очень по-быстрому утекает. Скорее всего даже здесь не получится ничего сделать. Хоря Молот сейчас еще будет страховать. Пытаюсь поджечь. Скорее всего сгорит. Да, да, сгорел. Может быть успеет хоть один тиммейт накидывать урон. Нет, он даже не пытался. Хотя, ну там бомбу поставили. Шансов у него практически не было. 4-1. Похоже катка проигрышная. Овердрайвы, которые имеются у противника. Иногда бывают очень неприятные. Что у Харька, что у даже того же Викинга. Ну и плюс Хантер, если у вас еще там подстопит. Это, конечно, просто гагашечка какое-то будет. Но вот сейчас можно попытаться, если честно, увести. Отличный момент. Если у меня сейчас... Ну, по идее, не должен ускрывать. Не смещаю зону. А, Ша. Ладно, есть аптечка. Есть аптечка, подбираем ее. Дашка есть. Хорошо. Защитник меня держит. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть было. Меня здесь не развели. Но доставку сделали. 4-2. Одна минута до конца. Выиграть, скорее всего, данную катку мы уже никак не сможем. Еще и последний флажочек там противник везет. И, похоже, на этом конец. Первое место есть. С точки зрения матчмейкингового боя он был очень даже для меня успешный. Но с точки зрения победы ничего такого толкового у нас здесь не получилось сделать. 6 звезд, конечно, я поднял. Первое место есть. Но победки, к сожалению, нет. Как ведет себя викинга-смока в захвате флага мы, в принципе, посмотрели. Все очень хорошо. Отлично поджигает. Отлично разваливает противника. Но вот теперь осталось только посмотреть, что будет делать данное вооружение в контроле точек. В том самом любимом моем режиме. Может быть, сейчас здесь на ней будет еще более комфортно, еще более удобно. Опять кидает на карту сандал. Ничего себе. У нас сегодня просто какой-то видеоролик. Супер боев. Супер каточек. Супер приятных даже, я бы сказал, каточек. Поэтому давайте пытаться ее тоже выигрывать. Одну, к сожалению, мы сильно проиграли. Но сейчас есть возможность все это дело, конечно же, исправить. Забрать, например, вот эту замечательную точку. Ну, вернее, не забрать. Забрать-то я ее уже забрал. Теперь ее надо только придержать и не отдать противнику. Что касаемо резистов, кстати, ребята, у меня в этом бою не сказать, что самые удачные подобранные резисты. Но самые дефолтные от рельсы, от пулика, от магнума, это те резисты, которые после последних обновлений, я считаю, самыми правильными в большинстве случаев. Потому что нет смысла брать резисты теперь от жиги. Нет смысла брать резист от того же фреза. Да, то есть там, главное, это была функция, то, что вы защищаетесь от поджога и от заморозки. Сейчас у вас такой возможности нет. Поэтому лучше иметь резист от тех самых замечательных пушечек, которые вас больше всего, наверное, бесят, дамажат, такие как артак, рельсы, как вулканы, даже зачастую. Если их нету в матчмейкинговом бою, если мне не особо хочется переодеваться, я могу оставить эти резисты. И по ходу боя зачастую ребята меняют вооружение, и, соответственно, мне не приходится потом что-то выдумывать, что-то переодевать, что-то менять. А резист у меня уже, как говорится, стабильно будет. Если, конечно, противник переоденется. Если не переоденется, то пусть играет на каких-нибудь там рикошетах, винсах и прочих, например, тех же громах. Мне, по сути, эти пушки не доставляют таких больших неприятностей, как может доставить та же арта, та же рельса. Поэтому можем даже ничего не менять. Главное, конечно, катку выигрывать. Пулики начинают здесь раздамаживать по-жёсткому. Две минуты проходят, 7-0 уже ведём. Но пока этого явно мало, друзья. Этого явно мало. Надо пытаться делать ещё больше отрыв. Может даже пытаться делать досрочку. Мимо дроповой ддшки я здесь проехал. Обратно вернулся. Ну и теперь надо пытаться, пытаться сливать. Пытаться заезжать через санта. Докидывать урон по противнику. Может даже стоит немножечко углубиться, поехать дальше. Зацепиться за вражеский резк. Не знаю, есть ли смысл в этом. Скорее всего нет. Скорее всего нет. Ну, покидать урон. Однозначно стоит. Так, у нас потихонечку начинают теряться точки. Это не есть хорошо. Надо пытаться их забирать. Не отдавать противнику. И тогда будет всё замечательно. Левую цешечку сейчас я должен здесь подконтролить. Так, бомбочка. Можете, мать просто падает под неё. Произошла у меня ошибка. Надеюсь, что она полностью не раскроется. Тогда будет всё в этом плане очень даже замечательно. Точку забираем. Сейвит он немножечко. Пополочек у вас поизитку. Но вот, гром решил, что ему это по сути и не надо. Пытаемся забирать точку на центре. Тантор прожимает овер, но чуть-чуть поздновато. Меня уже уносят. Пока всё довольно-таки неплохо складывается, если честно. Что касаемо и опыта, и что касаемо боя матчмейкинга. Ещё бы я бы прожимал побольше овердрайвов на Викинге. Было бы просто всё замечательно. А так пока что оверов я что-то как-то очень мало жму. Ну, вы знаете, что я люблю прожимать, чтобы там хотя бы, ну, танка 3-4 зацепить. Ну, зачастую не бывает таких прям супер таймингов. Чтобы возле вас было такое большое количество противника. Поэтому иногда стоит просто покататься на овере и подождать нужного момента, нужного тайминга. Дабы потом уже полноценно врубить этот овердрайв и может слить там 4-5 противников. Но, с другой стороны, если рассмотреть всё это дело и всю эту ситуацию, то я могу сказать, что бывают такие моменты, что лучше прожать овертом на двоих быстро его, да. Ну, и потом уже копить новый овердрайв и спокойнейшим образом продолжать так же нагибать противника. Потому что если я постоянно катаюсь с этим овером, соответственно, новый овердрайв у меня не копится. А так может копиться новый овер и, соответственно, вы в этом плане ничего не теряете. Вот сейчас я двух противников унёс, хотя мог это сделать намного-намного раньше. Немножечко, конечно, в этом плане мне не повезло. А вот то, что я этого фреза снёс, это очень хорошо. Выигрываем бой! Самое главное у нас здесь складывается. Мне даже интересно посмотреть, на чём играет вот этот Hitman Up. Hitman Up, Hitman Up. Очень неплохо молодой человек набирает опыт. А, на Викинга Магнуме играет? Ничего себе. Вот так на Арте у него хорошо получается зарабатывать опыт. Молодец, парниша. Молодец. Очень достойный результат, если честно. Но нам нужно выигрывать, а не смотреть на количество опыта. Пока по точкам у нас не всё так гладко и не всё так успешно. Титаны начинают прожимать купола. Аптечка неплохо мне даёт хпшечки. Опять за счёт поджога я унёс одного противника. Там вот хорёчек, которого надо сливать. Это да. Это точно противник номер один для меня прямо сейчас. Аптечку он свою прожимает. Сжига, ну по идее, должна там сжигать. Всё хорошо. Одна минута остаётся до конца. Ну и... Отрыв минимальный, друзья. Отрыв просто минимальный. Овер у меня будет. Под секунд 30, наверное, до конца. Три точки сейвим. Отлично. Ну и теперь главное не отдать их противнику. Правую я должен контрить. Должен сейвить. 70% овера. Пару киллов я сюда. Будет довольно неплохо. Давай, давай. Первого. Второго. Давай, давай, давай. Быстро, быстро. Килл, 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 килл. 35 секунд. Две точки держим. Должен пулик, по идее, сливаться. От моего поджога. Да. Супер великолепно. Поджог работает, как доктор прописал. Всё хорошо. В этом плане, но вот, к сожалению, до овера ходу я здесь так и не дотяну. Хотя, может и дотяну. Может и дотяну. Давайте, давайте, пробуем, пробуем, пробуем. Урон, 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 урон. Ай-яй-яй, сбивает меня гром. Ничего себе, гром жесткий. Ну, поджог я ему дал. Урону, по идее, неплохо так нанес. Ну и главное, катку мы выиграли. Почти 600 опыта на Викинга с Маке. Я считаю, очень неплохой результат. Скажу сразу, да, откровенно говоря, нам очень сильно сегодня повезло с картами. Повезло, что они выпали такие хорошие. Сандал дважды. И песочек. Не всегда бывают такие удачные карты нам дропают. Но, что касаемо маленьких карт, данное вооружение показывает себя просто превосходно. Если у вас имеется данное Смака и есть Викинг, то я считаю, что это довольно-таки приятное вооружение. Как вы видите, сейчас за счет поджога на Смаке можно наносить довольно большое количество урона. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, не забывайте прожимать лайки. Не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok